Я студент третьего курса по приветствию лесных земельных ресурсов и плодовочего родства. Моим новым научным руководителем является Несеналиева Майорда Натальевна, кандидат в сельскохозяйственных наук. Тема моего доклада – перспективный метод ускоренного получения качественного посадочного материала груши, актуальность исследований. В отсутствии достаточного количества посадочного материала слаборослых плодовых деревьев и новых садов груши существенно тормозит закатку грушевого сада. Между тем, площади садов груши, которые останутся в последние год, значительно уменьшились. В настоящее время основным элементом интенсивного сада является качественный посадочный материал. На сегодня основная проблема питомниковоза заключается в необходимости наиболее перспективных казахстанских разработок в этой области и налаживания производства конкурентно-социационных садовцев. Данный опыт был заложен в Южно-Казахстанской области в фирме ТОСАРАН-ЧЕРСЕЯ. Данная работа направлена на разработку инновационной технологии, ускоренного выращивания посадочного материала груши, отличающегося повышенной скороплодностью. Для контроля послужила стандартный метод выращивания посадочного материала груши, широко распространенного в СОКТО, в Казахстане, Толгарской красавице, на подвое Яма, точнее, на Айвай-Анжерской. Основная технология в первую очередь составляет методику ускоренного получения садовцев с помощью окулировки подвоев маточники. Проводя окулировку в маточники, мы сокращаем работу на первом поле питомника, тем самым выигрываем время на один год. В контрольном варианте схема выращивания садовцев заключается в получении отводок в маточники, их отделения, высадка их первого поля питомника. Затем в конце лета, во второй декаде августа, проводится окулировка и выращивание однолетних акулиантов в течение одного года на втором поле питомника. В обходном варианте акулировка проводилась в те же сроки в маточнике, те же сроки в маточнике и отделяемые отводки уже были акулированными. При этом высота акулировки составила 20 см от основания подвоя. Следующий. В соответствии с программой исследования высадки акулированных отводов производилось в два срока, в весной и осенью, в первом поле питомника. Здесь же к концу хода вегетации получали однолетние акулианты. Первую ревизию глазков производили весной, сразу после снятия вязки, так как особенностью скорой методом являлась необходимость ее сохранять до начала отростания глазков. Потемнение коры и бочек говорит об их гибели. По результатам ревизии прижимаемость ускоренного метода составляла 60-63%, а в традиционном методе было на 15-25% выше, точнее на 77-85%. Также в конце вегетации высота прироста окулянта составляла в среднем 115 см, а в ускоренном методе было на 15% меньше. Однако основное преимущество ускоренного метода заключалось в том, что на второй поле питомника мы можем получить не просто однолетние окулянтки, как при традиционном методе, и хорошо развитые туплетки. Также из них вполне можно успешно формировать саженцы к небам и бибам в соответствии с европейскими стандартами. Инновационные методы получения скороплодных саженцев На сегодня весьма перспективной с технической точки зрения является опробирование и внедрение в практику голландской системы выращивания саженцев по системе к небам, при которой деревья, броши, полосы формируются в домике и не требуют обрезки в саду. Они начинают подносить год посадки и обеспечивают получение до 7 тонн с гектара кладов, и при завощённой посадке, а урожай, начиная с 3 года, при собреждении всех прогрессивных элементов технологии, может достигать 50-70 тонн с гектара. Когда побеги из боковой почки отрастут на 2-5 сантиметров, шланги ошмыгивают до высоты 60-70 сантиметров, создавая таким путем зоны краны протяженностью 30-50 сантиметров. Эта фитохирургическая операция на посаженных деревьях называется ошмыгиванием. У 1-2 метра, отходящих под острым углом, есть сильно растущие боковые побеги, полутравильности, состояние предотвращения ими длины 5-7 сантиметров, ослабляют в росте так же, как и всё растение, с помощью нового высокоэффективного приёма сдавливания. Всё, на этом всё, спасибо за внимание.